Деньги в рублях в основном. Находится на карте. Так удобнее, наверное. Больше из-за удобства. То, что можно переводить знакомым, близким, которые на отдаленных расстояниях особенно находятся. Безопаснее. Деньги мало ли кошелек потерял. Карту можно заблокировать. Уже вся сумма останется, которая у тебя есть. Использую накопительные счета свободные, которые свободно пополняются и свободно используются. И в рублях. А надежно ли хранить в рублях? В нашем государстве ничего не надежно. С тем же успехом у нас завтра могут запретить свободное хождение валюты. И вся валюта станет незаконной. Вспомните, как это было в Советском Союзе. Свободное хождение валюты было запрещено. И за незаконную циркуляцию можно было сесть. Вкладывать не в одну какую-то валюту, а в несколько. То есть рубли, доллары, евро, также банковские вклады. Ну и, естественно, приобретая какие-то ценные вещи. Тем самым я снижаю риски. То есть если провалится, допустим, доллар или евро, или золото упадет, ну всегда есть какой-то запасной страховочный вариант. Вклад есть в банке. Все равно какие-то копейки, но они капают. Все-таки в России у нас процент по вкладам гораздо выше, чем в Европе, чем за границей. Поэтому, в принципе, почему бы нет. У меня подруга в Германии живет. Там по вкладам процент 0,01% годовых. То есть у нас хотя бы можно найти 4, 5, ну 6 максимум, как бы я знаю, да. Но как бы не 0,01. То есть как бы все равно, так или иначе, что-то, ну, будет капать. Храню деньги в рублях под подушкой. Банкам не доверяете? Видимо, да. А почему? Почему не доверяю? Ну, потому что счета, бывает, закрывают. Банки, бывает, банкротятся. Когда я была ребенком, я прекрасно помню ситуацию, когда банкротились какие-то банки и родители, там бабушки, дедушки остались без каких-то накоплений. Копить не получается, потому что постоянно деньги работают. Больше создается каких-то направлений для вложения. Потому что, ну, копить, по-моему, банковский вклад даст гораздо меньше процентов, нежели чем какое-то развитие, бизнес, какое-то, любое вложение в какое-то производство. Банк больше 10% любой годовых не даст. Любой бизнес дает, если он нормально развит, однозначно дает развитие основной суммы и плюс процентная ставка выше. Автомобильное направление дает больше процентов, больше 10%. Риск – это не мое. Я покупаю золото, золотые монеты, либо слитки. Золото надежно было всегда, все времена. Как бы, самая стабильная и твердая валюта в мире. Вот чем больше золотой запас какой-либо страны, тем сильнее экономика ее, правильно? Посмотрите, больше всех золота там 8 с чем-то тысяч тонн в США. И самая крупная экономика в мире – это Соединенные Штаты. То есть вы хотите укреплять экономику нашей страны? Естественно, нам бежать некуда. Надо поднимать свою страну, где мы живем, думать о детях, вот сколько детей у нас тут. Конечно. Мы здесь родились, эта страна нам дала образование, жизнь нам дала.